За одним столом руководство Ульяновской области авиационного завода. Все участники собрались с одной целью – существенно нарастить производственные показатели завода Авиастар-СП. Такое поручение дал заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Федеральный гость посетил Ульяновск в конце прошлой недели. Задача понятная – выйти на более чем два десятка самолетов, которые нужно будет выпускать для нашей страны, но и, конечно, на продажу для тех заказчиков, которые будут иметь желание. Сегодня авиационный завод реализует сразу девять государственных программ. В числе них – серийный выпуск самолетов Ил-76 МД-90А для Министерства обороны страны. Задача этого года – передать федеральное ведомство шесть воздушных судов. Из них два самолета находятся на финальных этапах сдачи. Первый – почти воинской части, второй завершает заводские летные испытания, третий только готовится к ним. Остальные три транспортника в активной стадии сборки. В этом году планируем начать эксплуатацию по точной линии сборки, тем самым увеличивая объемы производимых самолетов в год. В следующем году мы должны уже произвести восемь самолетов, далее – десять, двенадцать и с постепенным наращиванием этапов выпуска. Сама линия сборки позволяет максимально выпускать до восемнадцать самолетов в год. К 2026 году на пиковую мощность, а это свыше семидесяти компонентов в год, выйдет и цех номер 279. Здесь изготавливают фюзеляж и крылья для МС-21. Узкофюзеляжный пассажирский самолет – еще одна программа завода. Увеличение объемов производства по выпуску Ил-76, МД-90А и агрегатов МС-21 выявили дополнительную потребность новых специалистов. Основные кадры, которые у нас являются дефицитными – это сборщики-клепальщики, это рабочие агрегаты сборочного производства, также рабочие заготовительных производств – это слесарь и подаводки деталей летательных аппаратов, и естественно, изженетические работники, костера и технологи. В этом году на Авиастар требуется порядка 800 человек, следующим понадобится еще 750 рабочих. Работа по поиску кадров уже ведется. На производстве организован процесс по обучению молодых специалистов курса переподготовки. Однако, этого мало. У нас по трем направлениям мы видим решение этого вопроса. Первый – это граждане, стоящие на учете в наших филиалах, освобождаемых работников с предприятия аналогичного вида деятельности. И у нас тоже этот вариант сейчас есть. В Министерстве образования и науки Ульяновской области на контроль взяли вопрос по подготовке перечня организаций, которые конкретно смогут хотя бы частично покрыть спрос необходимых специалистов. Рината Леула, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.